итак залетаем на новый проект всем доброго времени суток и приветствую на канале эрзон game да это новый проект который находится на стадии тестирования так с называемым о бета открытом бета-тестирование и называется сие творение кэш хант охота за деньгами построена естественно на базе игры gta 5 и расположена на мультиигровой платформе alt v ну а начинаем и конечно же с меню персонализации нашего персонажа ну вот на таком вот фоне здесь это пока что он находится не знаю будут ли авторы менять или прямо вот так вот в аэропорту мы будем персонализировать нашего челика но пока это выглядит вот так надо сказать что меню достаточно уникально я не видел ничего подобного сделано все достойно я бы так сказал общем все понятно по крупности шрифтов у меня опять есть претензии табличка справа например вот которую сейчас стрелочка показывать но очень мелко это ознакомительная табличка в которую вам надо просто прожать самые основные кнопки на этом проекте то есть меню меню персонажа меню инвентаря кнопка взаимодействия ну и тому подобное как вы все это дело прожимаете получаете призовые 300 долларов и это менюшка погаснет написано все очень меленько ну а к меню персонализации вопросов нету персонаж движется очень плавно вправо влево в общем то все ползунки очень чувствительные настройки интересные в общем то больше сказать нечего все сделано красиво и интересно вообще в принципе проекта выражается вот такой своей какой-то необыльности наверное это не какой-то рд или там дэднет нет такой самодельный проектик самобытный пока еще находится в стадии разработки тестируется надо сразу же сказать что ждать чего-то такого вот невероятного наверное не стоит но тем не менее данный проект заслуживает внимание но это все бы сейчас увидим давайте заходить ну и так как настройка персонажей было как раз таки на фоне аэропорта то и точка появления тоже в общем то здесь же недалеко заходим на проект и движемся вперед перед нами стоит бот но этот бот не предложит нам никакой линейки повествования или квестового направления нет это просто аренда скутеров пока перед ним стоим давайте посмотрим менюшки потому что нужно погасить эту табличку которую я только что показывал мелко написано вот так выглядит инвентарь сразу же при входе вам дается рюкзак рюкзак здесь будет нужен потому что есть сбор ресурсов поэтому рюкзак у вас самом начале есть ну а как выполнено меню вы сейчас видите на мой взгляд очень все достойно меню еще одно которое вызывается буквой м выполнено вообще шедеврально я бы так сказал все доступно красиво с пояснениями с картиночками ярко сочно здорово сделано вообще с главными менюшками вот вы сейчас это все видите проблем никаких вообще нет на проекте все сделано отлично вообще никаких претензий нет есть претензии только к воспомогательным табличкам которые иногда всплывают которые просто невозможно прочитать вот как-то менюшка с кнопками которым мы сейчас в общем-то и занимаемся прожимаем эти кнопки в менюшке но к сожалению мне и загасить не удастся потому что последняя кнопка которую надо нажать буква g но это взаимодействие с другим персонажем другого персонажа рядышком нету поэтому она у нас какое-то время еще будет гореть ну и ладненько дальше проверяем меню анимаций ну и наверное все вот таким вот образом это выполнено арендуем мопед и выдвигаемся в город ну и раз уж мы начали с аренды мопедов то я должен сказать что наверное здесь уже почти полностью решен вопрос с арендой на каждой ключевой точке на каком-то рабочем занятии везде будет стоять вот эта точка аренды но к сожалению еще не все до конца продумано это мы еще увидим в дальнейшем не везде есть эти точки но очень хочется надеяться что разработчики просто пока еще не добавили их и в дальнейшем они будут ну едем в мэрию для того чтобы получить документацию а вот кстати о том что эту документацию надо получить никакого пояснения нету но так или иначе мы все-таки добираемся до мэрии и выглядит она я бы сказал достаточно стандартно как и снаружи так и внутри интерьер чеки нас ничем не удивят мы такое уже видели далее мы подходим к стоечке и тут есть такая интересная фишка заметьте мпс-шка анимированная сидит и тыркает по клавишам не знаю так задумано или нет но у нее даже не горит монитор то есть она сидит как тупит и не знает как его включить потому что я еще раз покажу есть точно такие же анимированные мпс-шки но у них включены мониторы а у этой горит черный монитор и она сидит пальчиком что-то тыркает прикольно не знаю так задумано или нет ну в общем нажимаем одну кнопку и получаем документацию дальше можно выходить в открытый мир и чем-то заниматься ну а заниматься мы будем получением прав и пока едем до автошколы хотелось бы выразить небольшое неудовлетворение со стороны разработчиков то что они не дали персонажу никакой одежды то есть мне придется от начала до конца бегать в трусах по той простой причине что одежда стоит огромных денег ну вообще экономика на этом проекте это отдельная эпопея и я так понимаю что экономика еще просто вообще не занимались купить одежду ну практически невозможно она очень дорогая а ведь можно было бы дать изначально персонажу хоть какую-то одежду чтобы он не выглядел босиком и в трусах ну а перед тем как пойти в автошколу давайте забежим в ближайший магазин потому что у нас есть телефон и к нему нужна сим-карта ну а сам магазин и меню этого соответственно магазина выглядит вот таким вот образом это менюшка нашего персонажа инвентарь плюс менюшка справа это менюшка магазина то что вы хотите приобрести просто перетаскиваете в свой инвентарь и выскакивает табличка в которой в общем все описано что вы хотите приобрести сколько это стоит вот таким вот образом выбираете количество выскакивает цена нажимаете купить вот и все менюшка прикольно сделано хорошо есть небольшие недочеты вот когда вы наводите курсором невозможно в принципе понять что это пока вы не перетащите и не посмотрите нету никакого пояснения в общем-то вот так но это бета-тест как бы и как вы можете заметить даже продуктов еще нету то есть не добавили жажда и голод есть но продуктов пока нету и по эти индикаторы жажды голода пока заморожены потому что как вы видите у даже в магазине нету и самого продовольствия ни воды не еды пока что нет пока не ввели пока мы бегаем просто так как я сказал индикация жажды и голода есть а самих продуктов еще пока нету, пока еще не завезли. Да и про сим-карту, я ее купил на самом деле зря, потому что я ее взял, а телефон пока еще даже и не работает. Вот таким вот образом. Ну, не мешало бы давать какое-то пояснение перед тем, как заходим на проект, что, ну, не надо тратить деньги на вот такие вот приобретения. Еще вы могли заметить, что есть кирка и еще есть топор. То есть, как я и говорил в самом начале, есть добыча ресурсов, поэтому эти инструменты нам потом пригодятся. Ну и возвращаемся в автошколу, которая, как можете заметить, целиком и полностью взята с проекта GTA.com. Ну, здесь она гораздо упрощена. И, в принципе, автошкола достаточно простая, и сама сдача на права. И вот тут сидит еще одна NPC, вот как я показывал в мэрии, да, сидела тупила с черным экраном. У этой, как вы можете заметить, экран горит. Ну, а сама школа очень простая. Еще раз скажу, что здесь царствует простота. Опять выскакивает похожая табличка на табличку в мэрии. Нажимаем. Все. Мы сдали. Теперь надо только сесть в машину, которая нас ждет уже во дворе, и немножко покататься. В общем-то, вот и вся сдача на права. Пока она происходит вот таким вот образом. Одна категория дает вам возможности работать на грузовом транспорте, на легковом, в общем-то, на любом. Сдаем, получаем права, и у нас есть доступ к рабочим занятиям. Ну, а саму езду, наверное, нет смысла показывать. Это вот то же самое, по-моему, на любом проекте вы можете увидеть. Куда бы вы ни зашли, будет вот такая вот езда по триггерам, по меткам. Ничего интересного здесь нет, поэтому думаю, что и заострять на это внимание нет никакого смысла. Катаемся по маршруту, возвращаемся к автошколе. Все, права мы получили. Единственное, что после того, как я проехал вот этот вот конечный триггер возле автошколы, машина исчезла, выскочила опять меленькая табличка, которую невозможно практически прочитать, что я получил права, но вот где их искать, я так и не понял. Я полазил по всем менюшкам, полазил везде, прав своих я так и не нашел. Наверное, еще разработчики не ввели вот видимую составляющую документации. Я не знаю, где ее искать, где есть упоминание о том, что у меня есть права, не знаю. Но получил и получил, доступ у меня теперь есть. А возвращаясь к началу ролика, где я сказал, что проблема с транспортом практически везде решена, я имею ввиду арендный транспорт, то вот это одна из тех точек, про которую авторы скорее всего забыли. Так как сдача занимает достаточно продолжительное время и срок аренды истекает, а уехать отсюда мне просто не на чем. Здесь нету точки аренды. Поэтому отсюда до ближайшего рабочего занятия, а это будет занятие такси, я пойду пешком. Благо, что это рабочее занятие находится не так далеко. Но если присмотреться на карте, то и здесь тоже нету точки аренды транспорта. То есть вот два места как минимум разработчики пропустили. Следующее, что меня удивило, я вообще не видел, чтобы хоть на одном проекте это здание было задействовано внутри. Обычно там на крылечке стоит либо триггер, либо бот. Здесь же это здание работает по полной. Смотрите, есть комнаты отдыха с баром для того, чтобы водители и профессионалы могли расслабиться. Есть даже целая полноценная рем-зона. Ну правда всего на одну машину, но тем не менее она есть и можно отыгрывать здесь РП, если уж до этого даже дойдет. Устраиваемся на работу и вот эти вот менюшки, про которые я говорил в самом начале, смотрите, как это все красиво выполнено. Ярко, доступно, крупно и все-все поясняется. Прямо пошагово разъясняется, что и как вам надо делать. Какие кнопки нажимать, как это все дело прокачивается. Все разъясняется, все крупно, достойно и очень красиво. Сделано, вот как я и сказал, к менюшкам, вот к этим менюшкам никаких вопросов нет. Здорово, ребята, сделали красиво, с разъяснениями, все здорово. Проблемы только с плывающими менюшками, которые поясняют какие-то ваши действия. Обычно они вскакивают в правом нижнем углу и их очень плохо можно прочитать. Люди даже здесь о том, я может быть покажу, ругались и говорили, что приходится одевать очки, потому что ничего не понятно. Но вот эти менюшки сделаны красиво. А значит, автор знает, как можно делать доступно и красиво меню, которое люди не будут напрягать зрение и будут читать, в общем-то, спокойно. Ну, вот таким вот образом это выглядит. Устраиваемся на работу. Ну, а сама же работа, в отличие от здания, в котором находится офис этого таксомотора, ничего из себя такого удивительного не представляет. Таким вот образом выглядят машинки, я бы сказал, стандартные, что внутри, что снаружи. Может быть, в дальнейшем их поменяют на что-то более уникальное, но пока это выглядит вот таким вот образом. Далее мы открываем телефон и здесь есть вкладка такси. Ну и, естественно, в вкладке такси есть несколько параграфов. Вызовы, там еще какие-то. Ну, в общем-то, задействуем его и ждем, когда придет заказ. Естественно, что на проекте на данный момент народу было очень мало, поэтому я поработать таксистом не смог. Но выглядит это вот таким вот образом. Активируем нашу программку работы такси. Работать можно как на своей машине, тоже через это вот агентство устраиваемся, но только там выбираем работать на своей машине. Или арендовать. Но пока что аренды нету, просто берем машину и едем. В общем-то, два варианта. Ну, а далее я бы, конечно, на месте разработчиков ввел бы еще и развозку ботов, как это, например, сделано на проекте смотра. Проект смотра можете посмотреть вот по этой вот ссылочке. Ну, а вот та самая ремзона. Посмотрите, да, при должном отыгрыше ролеплея здесь можно играть роль механика, да, и проверять машину после рейса или перед рейсом. Сделано прикольно. Ну, а мы с вами движемся дальше. И следующим шагом нашего посещения будет магазин автомобилей. На данный момент он всего один. Я так понимаю, что в дальнейшем будет распределение по бюджетному классу, по среднему классу, люксовому, премиальному классу. Но пока на данный момент это все собрано в одном магазине. Сам магазин выглядит стандартно. В стандартном месте стандартный магазин. В общем-то, тоже опять, как и многие издания, нас это не удивляет. А вот как оформлен магазинчик, вы сейчас видите. Мне кажется, ну, один из лучших, наверное, магазинов по оформлению. Во-первых, вы можете даже и не открывать саму машинку. По картинке, которая идет снизу, уже видно, что это за машинка. Картинки сделаны обалденно. Я не знаю, ну, красивее, я не помню. Может быть, на GTA Live сделано более красиво. Но, наверное, вот конкурент к тому магазину вот этот. Это первое, что вот мне очень понравилось. Что можно даже и не открывать саму машинку. Можно смотреть по картинкам. Также есть и разъяснительная табличка, которая, конечно же, мелковато сделана. Вот слева она находится, да. Сколько багажника у этой машины, какая скорость. Два вида покрасок. Внутренние там, ну, первый цвет, второй цвет. Все очень здорово. И еще одно, что мне тоже очень понравилось, вы можете сейчас заметить. Если нету машины, то прямо на картинке написано, нет в наличии. То есть, вам не надо нажимать, купить, и только после этого выскакивает машина, нет в наличии. Если нету, то даже и нажимать не надо. Тут прямо серым написано, нет в наличии. Сделано прикольно. Есть наши модели, вы их тоже сейчас можете заметить. И Жигули наши тут есть. Ну, в общем-то, машин очень много. Пока, как я и сказал, это все находится в одном магазине. Но я думаю, что все-таки авторы в дальнейшем распределят это. Как по каким-то классам, может быть. Может быть, там будет отечественный автопром, какой-то ретро-магазин, потому что здесь есть очень много красивых ретро-машинок. Очень много. Но, к сожалению, в дальнейшем меня выкинуло. Сейчас сервер находится на стадии тестирования, поэтому очень часто вот такое происходит. Но к этому я отношусь, в принципе, нормально. Когда разработчик предупреждает, что это бета-тест, и во время твоей игры идет перезагрузка сервера, это нормально. Вот когда вы заходите на бета-тест, а там косяк на косяке, вот это я считаю ненормально. Ну, и мы приехали на следующее рабочее занятие. Это занятие называется «Рудокоп». Выглядит все так же красиво, все разъясняется. И вот тут мы понимаем, что нам нужен инструмент. Та самая кирка, которую я показывал в магазине рядом с автошколой. Было бы здорово, если бы эта кирка продавалась прямо здесь. Здесь нужна кирка, здесь она пускай и продается. Но, к сожалению, мне за ней пришлось ехать в ближайший магазин. Хотя можно было бы сделать продажу кирки прямо здесь. Ну, и следующее, что хотелось бы тоже отметить, что кирка стоит 5000. Я вам сейчас показывал цены в магазине. Да, там по 300 тысяч, по 250 тысяч машины. Есть и по 2 миллиона, и по полтора миллиона. Это все к тому, что экономику вообще, я так считаю, что не трогали никаким образом. Заработать кирку, деньги на кирку, ну, я вам скажу, это труд просто неимоверный. Заработки здесь мизерные. За один камушек, там, которым я сейчас покажу, как это добывается, вы зарабатываете 13 долларов. И вот, например, что говорит один из игроков, который провел здесь уже какое-то время. 18 часов и 67 тысяч. За 18 часов 67 тысяч? Ну, скажем, там, ну, да, я хожу, курю, коп и сделаю. Скажем, 15 часов, 15 часов, да, очень мало. И если кто не расслышал, то человек за 18 часов заработал всего 67 тысяч. А какие цены на машинки, например, да, я вам показывал. Кирка стоит 5 тысяч. То есть от его 67 смело отнимайте 5, потому что он их потратил на эту кирку. Вот такие вот заработки. То есть, как я и сказал, экономику, по-моему, вообще никто не трогал. Цифры просто накидали от балды. А я считаю, что так делать нельзя. Ведь вы же созываете игроков, чтобы они пришли, поиграли, получили удовольствие. Извините меня, 18 часов сидеть вот в этом карьере. 18, блин, часов в одном карьере, не сходя с места. Ну, это, это я считаю, совсем неправильно. С экономикой надо что-то делать. Если вы зовете игроков, будьте любезны, предоставить им комфортную игру. Ну, а теперь переходим к плюсам данной рабочей, рабочего занятия. Первым плюсом, который я считаю, ну, это просто здорово, что так сделано, это сама добыча. Вы добываете, тут же продаете. Точка продажи здесь. Никуда ехать не надо. Чуть-чуть пробежались. Вот там наверху стоит, рядом с ботом, который вас принимает на работу, бот, который покупает у вас то, что вы здесь собрали. Следующим плюсом является то, что точки соприкосновения, взаимодействия находятся близко друг к другу. Буквально 5-7 метров друг от друга постучали один камешек, перешли 5 метров, стучите другой. Ну, и то, как это сделано. Посмотрите, вот эта оригинальность придумки автора, да. Стоит мишенька, вы сводите свою мишеньку с этой и стучите по этому месту. Он делает там 2-3 стука, вы переходите на следующую ступеньку. Ну, вернее, вы смещаете вашу мишень с этой мишенью и опять стучите. Ну, я первый раз такое вижу, мне понравилось. Это не сложно, это как бы не обременяет вас совсем сильно. Здесь не надо писать капчу, искать какие-то буквы на клавиатуре. Сделано прикольно. Да, это может быть не даст вам возможности расслабиться, посидеть, попить кофейку. Здесь нет автоматики. То есть вам все время приходится вот эту вот мишеньку сравнивать с той мишенькой, соединять, после чего нажимать левую кнопку мыши. Ну да, не самая простая система. Нет такого, чтобы нажал там, например, букву Е и ваш персонаж, как, например, в игре Арма, да, сам собирает ресурсы. Вообще, на GTA такого практически нигде не увидишь. Из-за того, что это начинают обузить и этим начинают злоупотреблять. Поэтому авторы всегда придумывают какие-то такие вот замысловатые идеи. И эта идея мне очень понравилась. Она здорово сделана, здорово выполнена. Еще один плюс в том, что крутые камешки, которые мы собираем, а они по мере возможности, по мере прокачивания вашего персонажа, будут меняться. Пока мы добываем просто железо. Потом пойдут драгоценные камни и, как эпогея всего этого, мы будем добывать золото. Но это уже будет после какого-то определенного уровня. Но тем не менее, все, что мы собираем, нам автоматически падает в наш инвентарь. Не надо ходить, как я показывал на многих проектах. Вы стучите, выпадают камешки, потом вы начинаете ходить собирать эти камешки по одному себе в рюкзак. Нет, здесь стоит автоподбор. Постучали, вам автоматом это все упало. Ну и сама продажа тоже выполнена прикольно. Вот был такой проект Axioma, где вот этого как раз и не хватало. Там надо было продавать по одному камешку. Здесь же можно продавать десятками. К сожалению, все сразу продать нельзя. Хотя очень надеюсь, что разработчики над этим поработают и сделают возможность продать ну вот прямо все сразу. Нет, здесь надо продавать по 10. Я пытался написать 15, 20, но он продает все равно 10. То есть вот по ячейкам. В ячейку помещается 10 камешков, да? Вот вы 10 продали. Берете следующую ячейку, 10, 10 продали. Если в ячейке 3, вы пишете 10, все равно продастся только 3. Вот так вот это сделано. Но это все равно проще, чем по одному камешку, как я это уже неоднократно показывал. Сделано прикольно, рабочее занятие мне, в принципе, очень понравилось. Если поправить экономику, то этим будет еще и приятно заниматься. Но, извините, за 13 долларов можете посчитать, сколько надо доколошматить, чтобы заработать здесь какие-то денежки. И вот, пожалуйста, один из игроков вам уже даже озвучил сумму и время. 67 тысяч минус 5, 62 тысячи за 18 часов. 18, мать вашу, часов. Ну и я, например, просто физически не могу просидеть 18 часов на одном месте, на проекте, в одном месте, в карьере, зарабатывая какие-то мизерные деньги. Это абсолютно несерьезно. И вот для того, чтобы показать вам следующую профессию, профессию лесоруба, мне нужно было купить топор, который стоит 5 тысяч. А заработать их вот так вот по 13 долларов, ну это просто кошмар. Поэтому мне помог все тот же человек. И он же и сказал, что вот когда я в своих видео рассказываю о том, что разработчики делают очень мелкие таблички. Вот вам, пожалуйста, еще один пример того, что я говорю это не просто так. И вот этот игрок, который просидел здесь 18 часов, тоже страдает тем же самым. Он не может прочитать. Сейчас будет Payday, то есть выплата, ежечасовая выплата. Такой, так сказать, бонус игроку. Но табличка, которая всплывает, прочитать практически невозможно. Слушай, а топор сколько стоит? Наверное, как кирка, так же 5 тысяч? Ой, я даже не знаю. Может быть, может быть, да. А я тогда не смогу и посмотреть-то. О, могу, 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 могу. Вот иди узнай, покатайся, я дам тебе деньги. Ну смотри, сейчас будет 5 дней. Очень мелко написано, очень мелко. Я очки надел. Хочешь, не хочешь, очки надо одевать. Не видишь, что написано, да? Ну, в очках вижу. Вот вам еще одно доказательство того, что я не зря акцентирую внимание на мелких табличках. Их действительно невозможно прочитать. А вот этот персонаж, который провел здесь большое количество времени, он еще и помимо того, что носит очки, еще и играет на ноутбуке, у которого, естественно, монитор большим быть априори не может. Поэтому со стороны разработчиков, мне кажется, было бы хорошим жестом делать все таблички воспомогательные или главные, крупными и легко читаемыми. Это будет как знак уважения к игроку. Ну, это мое мнение. Но, тем не менее, спасибо вот этому игроку, который провел здесь 18 часов. Он одолжил мне 5 тысяч для того, чтобы я смог показать вам следующую работу. Работу лесоруба, которую вы сейчас видите. И, в общем-то, не будем касаться уже устройства на работу. Точно так же красиво оформленных табличек и все там расписано, как надо, что надо делать. Все очень доступно, красиво. Это я уже хвалил, поэтому возвращаться к этому не будем. А вот про работу, к сожалению, в отличие от карьера, сказать хорошего практически не могу. Выполнено, вы видите, каким образом. Мы приходим на определенное пятно, которое загорается на карте после трудоустройства. Там загорается сначала дерево, которое мы вот таким вот образом начинаем рубить. Тут двоякое мнение. Во-первых, тут стоит тот же самый скрипт, только немножко оформлен по-другому. Там мишеньки, здесь крестики какая-то закорючка непонятная. Ну, ладно. То, что здесь это сделано не очень удобно. Это раз. И второе, ну, где вы видели лесоруба с топором, да? Ну, по-моему, они вымерли еще в начале 19 века. С приходом двухручной пилы лесоруб с топором вымер как персонаж вообще. Если кто-нибудь пробовал когда-нибудь порубить дерево, вы, наверное, поймете, почему эта профессия лесоруба с топором вымерла. Она осталась только в спортивном направлении. Деревья пилятся в худшем случае двухручной пилой вдвоем. Рубить дерево топором – это, я вам скажу, энергия в никуда. Я на своей практике пробовал разрубить лежачее дерево, и я вам скажу, после того, как я его разрубил, я лег рядом вместе с ним таким же бревном. Почему никто не может догадаться сделать нормальное, согласно цивилизации, пилку мотопилой? Почему мы рубим дерево топором? Непонятно. Ну, ладно, не будем на это обращать внимание. То, как это выполнено, смотрите, падает дерево, оно разваливается на три части. Но если одно из бревен выкатывается за рамки вот этого круга, который нарисован на карте, оно просто исчезает. Иногда исчезает сразу целое дерево. Оно падает за рамки круга и тут же исчезает. То есть я провожу время в холостую. В лучшем случае я потеряю одно бревно, в худшем случае потеряю все дерево сразу. Бревна раскатываются в разные стороны. Ну, вот такой вот косяк, мне кажется, можно было бы исправить еще на уровне разработки этого рабочего занятия. Но видно же, да, если ты разработчик, если ты хоть раз попробовал вот в это поиграть, ты должен понимать, что, ну, на самом деле это рабочее занятие достаточно кривое и, в общем-то, даже неиграбельное. Меня отговаривали сюда IT-ст, говорили, что здесь очень неудобно. Да, это бета-тест, да, мы тестируем. И да, так как это бета-тест, я высказываю свое мнение. Рабочее занятие абсолютно кривое. Его надо переделывать, ну, если вы не сможете сделать пилку бензопилой, все-таки остановитесь на топоре, то надо это как-то дело упрощать. Расширять этот круг, ставить этот круг там, где ровная поверхность, чтобы бревна не раскатывались. Или стопорить сами бревна. Когда они разваливаются, дерево на три бревна, бревна должны оставаться на одном и том же месте, потому что они действительно раскатываются и, в общем-то, время, проведенное мною за рубкой этого дерева, уходит в холостую. Я терял так деревья. Может быть, даже это видно и на видео. Ну, и последнее, хотя тут уже просто мои догадки, я не знаю. Может быть, конечно же, на движке GTA все выглядит лучше, чем, например, на том же движке Arma 3, где прорисовка вот этих вот объектов сильно нагружает сервер. Я не знаю, как вот в GTA это происходит, честно говоря, не вдавался в эти подробности, но серверу все время приходится прорисовывать вот это вот самое дерево. После того, как я собираю три бревна, это дерево прорисовывается обратно, оно вскакивает на место. То есть, сервер все время прогружает то три бревна, то это дерево обратно, то оно падает, три бревна, дерево обратно. Честно говоря, не знаю как это будет тут сейчас на данный момент я был один ну а если здесь будет человек 20 играть как на это отреагирует сервер вот честно говоря не знаю думаю что все-таки нагрузка будет но весомая потому что серверу все-таки придется прорисовывать эти деревья вновь и вновь ну и наконец экономическая составляющая здесь она еще хуже чем на карьере здесь тоже мизерная зарплата но из-за потери то целых деревьев то отдельных частей дерева ты тратишь время а зарабатываешь гораздо меньше и на видео я показывал что я целое дерево терял и постоянно последний кусок последнее бревно у меня укатывалась за рамки этого круга и пропадала поэтому я и зарабатывал здесь еще меньше чем на карьере вот из-за этих вот ошибок я считаю что вот это вот рабочее занятие требует либо доработки либо полной его переделки вот на данный момент на бета-тесте это все прекрасно видно что этим надо заниматься потому что ну просто надо это делать сюда никто не хочет идти и как я уже говорил меня тоже отговаривали что здесь неудобно нехорошо и неприятно работать и действительно я об этом убедился и показал это вам это бета-тест поэтому ну надо принимать какие-то меры ну а мы с вами движемся дальше к последнему рабочему занятию на этом проекте а это будет работать дальнобойщикам в общем-то такая уже заезженная тема надо сказать что на этом проекте есть еще одно рабочее занятие занятие медиком но она пока не работает я заехал посмотрел устроился почитал описание в описании написано что садитесь в машину и принимайте вызовы но машина не появилась судя по всему еще не задействован этот скрипт поэтому переходим на работу дальнобойщика вот таким вот образом она выглядит все точно также красиво все расписано все доступно все крупно и не требует никакого дальнейшего разъяснения здорово все сделано ну а работа сама по себе достаточно банальная перед нами стоит ряд стандартных машин но надо сказать что стандартные они пока что в дальнейшем я думаю они поменяются садимся в машину должна быть аренда но так как это бета-тест никакой аренды пока что нет мы ни за что не платим может быть так будет и в дальнейшем не знаю но пока мы ни за что не платим выскакивает вот такая вот таблица которая показывает нам какие заказы есть какая дистанция и какая оплата пока что пока что мне кажется что все как и вся экономика здесь тоже не лазила рука разработчика взяв несколько вот этих вот заказов и покатавшись в сласть по по ним я понял что ну это дело не тестировалась вот до этого момента пока сервер не открылся в бета-тесте это все дело никто не тестировал потому что это просто невозможно было бы увидеть так как самая большая оплата здесь семь семьсот пятьдесят долларов за семь с половиной тысяч пробега то есть семь с половиной тысяч в один конец . загрузки здесь а всего одна сейчас мы ее увидим таким образом цифру всем с половиной вы всегда можете умножать на 2 потому что проехав всем с половиной тысяч до точки погрузки вам нужно будет вернуться вернуться примерно такое же расстояние плюс минус 200 метров сейчас я это вам покажу ну а когда вы заправляете машину вы понимаете что вы начинаете работать чуть ли не себе в убыток то есть опять вопросы к экономике экономику никто не настраивал а я считаю что это неправильно вы же зовете сюда игроков и зовете вы их сюда не получать удовольствие а мучиться поэтому вот тот человек про которого я говорил и показывал сидит 18 часов в этом карьере он попробовал поездить он попробовал пробить дерево и понял что кроме карьера и вообще нигде зарабатывать практически невозможно еще расскажу что считаю это неправильным поведением со стороны разработчиков сначала настройте экономику чтобы игроки получали хоть какое-то удовольствие и помогали вам искать косяки и баги а так они сидят по 18 часов в одном и том же котловане какая вам от этого польза ну и возвращаемся к работе дальнобойщика то что мне понравилось это выбора точки к сожалению как я уже говорил она всего одна . где вы получаете груз естественно это будет шаланда так как у нас сидельный тягач подобрано все очень антуражные красиво вот как это первая . мы ее вообще получаем в каком-то ангаре заезжаем там стоит наш груз атмосферно ну слов нету да но к сожалению еще раз скажу что эта . всего лишь одна и например если я возьму рейс куда нибудь в поле то бэй то мне потом поражняком придется вернуться сюда потому что вот именно здесь происходит все загрузки я съездил четыре раза четыре раза я грузился сейчас вы это все видите я все это показываю и четыре раза я возвращался сюда груз получал вот именно вот в этом месте у порта до груз все время разный он стоит в разных местах но всегда здесь еще расскажу что если вы например взяли 7 с половиной километров рейс то 7 с половиной километров вы вернетесь обратно складываем вместе получается 15000 до 15 километров пробег плюсу и просто просто плюсуем то что написано в таблице плюс столько же потому что вам придется возвращаться все время возвращаться естественно что это не рентабельно но никогда вы в жизни не увидите чтобы дальнобойщик поехал в рейс и оттуда вернулся например там с мурмансков калининграда и потом с калининграда в мурманск поехал пустым нет он будет стоять и ждать попутный груз калининграда в мурманск чтобы не перегонять машину в холостую здесь же мы гоняем ее в холостую что естественно нереально это неправильно должно быть больше точек загрузки я уже показывал несколько проектов где там дальнобойщик разгружается и буквально там доступности 500 метров а то и километр а то бывало и прямо там где разгружается там же и берет груз сейчас не вспомню этот проект но я это показывал но здесь сделано вот так опять это и с точки зрения траты времени неправильно и с точки зрения рентабельности это неправильно ну и с точки зрения экономики это вообще не очень хорошо но сама работа дальнобойщика на проекте который стоит на платформе alt-v она прикольная прикольно из-за того что синхронизация здесь в разы лучше например на чем на том же рейдже я уже показывал и то же самое вот эту работу дальнобойщика да сейчас мы видим от моего лица естественно что от моего лица шаланда будет выглядеть очень ровненько но например на проекте gta life я показывал как себя ведет шаланда от третьего лица то есть ей управлял кто-то другой я смотрел только как выглядит это со стороны и это выглядело ну точно так же как и в синглплеерной версии то есть работа дальнобойщика здесь действительно приятно шаланду не колбасит когда я вижу другого водителя на дальнобое он идет точно так же ровненько как и я нету никакого рассинхрона и расколбаса работа прикольная и и немножко надо допилить и в общем то она будет вообще шикарный да и в общем то есть то же самое можно сказать не только об этой работе а вообще в целом проекте заходя на него я говорил что проект стоит внимание действительно хоть он находится еще вот в таком сыром виде не настроенным абсолютно сыром виде уже видны задатки интересные задатки по профессиям по взаимодействиям так например здесь есть предприятие и ту же самую руду которую я вам показывал эту же самую древесину можно будет сдавать на эти предприятия пока они еще тоже в зачаточном состоянии насколько я понял только у одного предприятия пока еще есть владелец который можно взаимодействовать который может вас нанять для того чтобы вы поставляли на его предприятие руду как это будет работать в дальнейшем ну наверное увидите вы кто сюда зайдет и захочет здесь поиграть задатки у этого проекта есть интересные задатки я уверен что администрация допилит все же таки этот проект это интересные задумки которые у них есть и все-таки в конце он будет достаточно интересным может быть когда-нибудь еще мы сюда зайдем и посмотрим ну а пока это вот такой вот проект на котором часто проходит тестирование и все кто хочет посмотреть потрогать это пощупать поучаствовать в разработке этого проекта может быть поговорить там в дискорде с администрацией и администрация заходит на проект и общается с игроками так что заходите играйте получайте удовольствие ну а я наверное на этом буду заканчивать спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго а